Маршаловый язык, еще один океанический, достаточно подробно в акипедии описан. Нам остальные очень плохо, поэтому к полинезийским. Дальше просто перехожу и все. Значит, Маршаловы острова, это где-то там коралловые атоллы в океане. Недавно было про кораллы по биологическим курсам. Значит, микронезийская группа океанийских языков и даже западно-микронезийские. Ну вот остальные микронезийские языки, про которые, впрочем, мало что-то тут известно. Там есть Республика Кирибати и все такие, в общем, прочие. Ну и вот очевидно, что Маршальский и Морозственный. Коренное население, хотя где-то треть носителей языка уже переехали в Науру или в США. Число носителей 61 тысяча, оценивает акипедия. Имеется письменность, орфография. Ну, большое количество там атоллов. 15 атоллов в западной цепи, 17 атоллов... А нет, 15 атоллов в восточной цепи, 17 атоллов в западной цепи. Все они, в общем-то, обитаемы. Но поскольку у них две цепи островов, то два диалекта западный и восточный этого языка. Ну, в то же время никто не хочет там жить, никто не переселяется, поэтому языки там хорошо сохраняются. Во всей этой Полинезии и всей прочей Микронезии. Потому что просто там нет массового переселения европейцев, так что они так вот на своих языках говорят. Правда, мало кому известных и даже в энциклопедиях плохо описанных. Ну, вот, допустим, язык Кирибати, там есть прям государство Кирибати, 102 тысячи говорящих. И все, что на Википедии написано, типа, привет, как дела и спасибо, и в чем там грамматика заключается, непонятно. Ну, вот маршал, маршальский язык почему-то неплохо описан. Ну, вот два диалекта, значит, восточный это ратак и западный это ралик. Вот слова, то есть в основном похожие слова, да, но некоторые отличаются, допустим, Коба и Бая будет бамбук. Или, допустим, Лоло и Дёу, наверное, курица, да? А Джей, это у нас же, да? Ну-ка, ну-ка, есть ли африкаты? Нет, африкат, значит, Йоу просто курица. Значит, немножко, правда, в бардаке сначала почему-то грамматику, потом фонетику написали, ладно, бог с ними. Ну, вот что сообщают, язык в основном аналитический, приводит пример. То есть уже, видимо, тяготеет к полинезийским, полинезийский в основном аналитический. В то же время имеется афиксация и редупликация, которые больше, конечно, характерны для австратонезийских. То есть есть суффиксы, вот тут даже на примерах очевидно, что посетивные суффиксы-то есть. Приставки есть и так далее. В основном вся грамматическая нагрузка идет на глагол, то есть основное, вся вот эта набор приставок, суффиксов и так далее, это глагольные. Ну, вот довольно развернутая таблица по глагольной морфологии. А вот всевозможные можно проанализировать тут приставки, суффиксы, которые, допустим, образуют каузатив, дистрибутив, переходный глагол, непереходный глагол, антонимы можно, допустим, верить, не верить. Это у них будет антоним. И так далее. Вот и с конкретными примерами из языка. Что касается посетивных конструкций, тут довольно сложно, поэтому я привожу полностью все эти рассуждения в клипе. Во-первых, принадлежность бывает отчуждаемая и неотчуждаемая. Неотчуждаемая, как правило, суффиксом или маркированием вершины. То есть вот то, от чего зависит, оно ставится в форму. Допустим, машина Джона будет машина в какой-то форме, обозначающей, что она кому-то принадлежит. Но также есть отчуждаемая принадлежность, которая тоже вершинная, либо зависимая, и она имеет свои собственные показатели. Ну, это, кстати, вот в ханском языке, насколько я помню, тоже отчуждаемая, неотчуждаемая. Вот в языках Сибити тоже такое есть. Основной весь акцент все-таки на глагол. Именно в глаголе различается переходная или непереходная конструкция. И в глаголе проставляется примерно, как будет объект. Что вот при этом глаголе, допустим, есть объект, это проставляется в глаголе, а не в объекте. То есть у нас, допустим, в винительной падеже у нас проставляется, что это объект в объекте. А там будет в глаголе проставляться. То есть директный тип ролевой кодировки. Это все называется. Базовый порядок слов, субъект, глагол, объект, как у нас. То есть еще по порядку слов видно, где объект. Ну вот, пожалуй, и все, что тут о грамматике сообщают. Суффиксы глагола подробно все-таки не дают. Почему-то после грамматики начали фонетику. И следующая система. Согласные. Бывают 19 согласных фонем. Они классифицируются как легкие и тяжелые. А также огубленные. От того, какой там легкий или тяжелый огубленный, будет зависеть гласный. То есть фонемами являются согласные, но влиять это будет на гласные. Такие дела. То есть, в принципе, гласных всего 4, но в зависимости от того, какие там рядом стоят, легкие, тяжелые или огубленные, они могут быть передние, непередние и огубленные. Ну, собственно, вот схемка. Это также считается, в принципе, с ингрармонизмом. То есть... А, тут даже схемка-то дифтонок. Ну, то есть, вот, короче, так. Если вокруг него только легкие стоят, округ фонемы гласные, то она будет передняя. Если вокруг нее стоят только тяжелые, то она будет задняя и неогубленная. Если вокруг нее стоят огубленные, то она будет огубленная. А вот если разные стоят, то вот такая схемка, то будут дифтонги разных типов. Получается, дифтонгов тоже очень много. Но качество гласного зависит практически полностью от вот этих согласных, которые его окружают. То есть, такая достаточно сложная схемка. Всего этого. А в то же время звонких и глухих нет. И если вот не брать вот это развлечение согласных фонем, да, на легкие, тяжелые и так далее, то их будет очень мало. Сами они, как я понимаю, не отличаются, сами согласны. А фонемы выделяются по качеству гласного, который примыкает. С числом тоже в океанических что-то так все странно. А именно вот в этом языке есть двойственное, тройственное, четверное, когда четыре объекта, и множественное. Правда, числа относятся только к личным местоимениям. А дальше они нигде не проставляются. Даже редупликация, она означает прилагательное, а не множественное число. То есть, допустим, от слова «быть большим будет лап», а «большой будет лап-лап». То есть, прилагательное образуется от глагола с помощью удвоения. Также там имеется сложная система наречий и направлений, которые составные. То есть, в одном наречии указывается на север это все. Как это все относится направление к тому, кто говорит, от нас, от тебя, от него и так далее. Вот такие вот дела. Ну, в общем, все. Вот все, что по Википедии об этом маршинском языке известно.